Слушайте доктора Сегодня будем говорить о таком интересном вопросе Я бы сказала, что этот вопрос Свою актуальность никогда не терял Но, наверное, этот вопрос Наименее понятен Обывателю Обычному человеку Потому что кажется очень сложным Но мы попытаемся сегодня простыми словами рассказать Почему важно Иногда, не всегда Важно проводить генетические исследования В настоящее время Они особенно стали актуальными Почему, Ульяна Михайловна Добрый день, уважаемые слушатели Очень хотелось бы рассказать Всем, чтобы понимали Что генетика Это не та наука Про которую когда-то говорили Сомнительная девушка С запада В общем-то, наука, позволяющая Предвосхитить и защитить человека Или что-то выявить вовремя Смотрите, генетические исследования Они в основном делаются раз в жизни Либо, если женщина беременная То один раз во время беременности И мы можем узнать Есть ли какие-то проблемы Неизменные Которые нельзя вылечить Которые продиктованы Скажем, со дня рождения Изменениями Ну, значит, мы можем подготовиться О чем хотелось бы сказать конкретно Есть генетическая предрасположенность Например, к онкологическим заболеваниям Наука эта называется Онкогенетика Есть генетическая предрасположенность К тромбозам К инсультам К инфарктам Это очень важно знать человеку Есть у него такие особенности или нет Одно направление позволяет уже существующему человеку Пока еще здоровому Выявить какие-то проблемы И второе направление Это когда мы обследуем беременных Выясняя, какие-то у них есть проблемы И вот про беременных Я бы хотела передать слово Ольге Леонидовне Потому что она очень компетентна в этом вопросе Потому что мы являемся партнерами Такой клиники Геномед И, в общем-то, благодаря нашему партнерству Стоимость услуг ровно точно такая же Как в самой клинике Геномед Ну, тогда я бы сказала Мы про клинику Геномед Тоже должны будем сказать Почему именно с этой клиникой сотрудничество Почему важно это подчеркнуть Но вот я про генетические исследования Задумывалась, конечно, тоже Когда была беременна Но прежде всего в отношении плода Потому что мама редко думает о себе Вроде взрослый ты уже человек Все у тебя уже сложилось А вот каким будет у тебя ребенок Обычно узнают об этом В нашем случае об этом идет речь Мы говорим о генетических исследованиях плода Или одновременно и генетических исследований мамы Мы говорим и о генетическом исследовании плода И о генетическом исследовании мамы В нашей клинике мы проводим Неинвазивные пренатальные скрининги Эти скрининги направлены на раннее выявление наследственных заболеваний плода, таких как синдром Дауна, Эдвардса, Потау, Клинфильдера. Каким образом проводится данное исследование? Да, потому что ведь в головах рисуется страшная картина большого шприца с длинной иголкой и страха того, что такие исследования могут навредить плоду. Вот. Инвизивные пренатальные скрининги проводятся абсолютно безопасно для беременной женщины. Женщина записывается на прием, у нее берут 20 мл венозной крови, начиная с 9, а в некоторых случаях с 10 недель, данное исследование можно проводить таким способом безопасным, неинвазивным. То есть не используются инвазивные методики, не проходят вмешательства в плаценту, пуповину. И шприцов, и иголок. И шприцов, и иголок. Не требуется специальной подготовки. Женщина может приходить даже не натощак, а рекомендуется порой даже скушать шоколадку накануне или выпить апельсиновый сок, после чего в крови мамы повышается содержание ДНК ребеночка. И таким образом в лаборатории в дальнейшем из крови мамы выделяют ДНК ребенка, ее исследуют и по генам расшифровывают генетический код и определяют, есть риск развития ребенка с патологией или нет. Кроме того, что мы можем выявить патологию, наследственную патологию плода, также мы по крови мамы можем выявить риск рождения у нее ребенка с наследственными заболеваниями, такими как гемохроматоз, фенилкетонурия, муковицидоз, наследственная тугоухость и другие. Я вот сейчас задумалась о том, что мамы, с одной стороны, очень часто хотят, конечно, знать, каким будет ее ребенок, с другой стороны, они этого боятся. Почему нужно делать такие исследования и почему не нужно их бояться? Таких исследований не нужно бояться, лучше своевременно выявить вероятные риски, чтобы вовремя предупредить беременную женщину и в дальнейшем она уже будет предупреждена и будет готова к каким-либо возможным последствиям данных осложнений. Во-первых, она должна принять решение, она с этим решением должна сжиться, она с этим решением и с этим, если есть какой-то диагноз, должна пройти все возможные консультации до момента рождения ребенка и быть готовым жить вместе со своим ребенком, так как этому ребенку наиболее комфортно будет жить и маме тоже. И за это время у нас многие же, очень многие сейчас изменения, вот ребята с изменениями в здоровье, они вполне прекрасно социализируются, они имеют возможности в обществе абсолютно получать все то же самое, что дети без каких-то наследственных патологий. Просто чем раньше ты это выявляешь, тем успешнее будут и сами роды, насколько я понимаю, тем успешнее в дальнейшем мама и ребенок могут вместе двигаться по жизни. Давайте мы немножко поговорим о тех, может быть, болезнях и патологиях, которые выявляются. Ну, если с синдромом Дауна более-менее все понятно и известно, и ребята эти на виду, то такие синдромы, как синдром Эдвардса, например, или Патау, я вообще не представляю, что это такое. Это синдромы, связанные с нарушениями физического и психического развития ребенка, которые проявляются уже после рождения сразу же. Но генетический анализ говорит о том, что это будет. Да, да. Ну, что такое синдром Эдвардса? Это генетическое заболевание, которое приводит к дальнейшему к аномалию развития тканей. Мы не хотели запугивать сейчас и стращать. Каждый может открыть, почитать в интернете, но некоторые синдромы связаны с нарушением развития, например, скелетных мышц, хрящевых. Идет искривление позвоночника, идет нарушение развития почек, идет нарушение развития кишечника. Например, есть заболевания, которые связаны с ферментной недостаточностью. И отсутствие своевременного лечения приводит к тому, что такие дети долго не живут. И гибнут они фактически после пяти лет. И лет до двух развиваются еще более-менее нормально. Можно этого не увидеть. И это трагедия для всей семьи. Да, вот такие истории, они наиболее часто освещаются в СМИ громко. И часто вызывают не только трагедию самой семьи. Они бывают связаны также с медицинскими работниками. Когда родители не знают, что на самом деле происходило. Они мечутся. Они не знают, собственно говоря, причин. И ищут виноватых ведь очень часто. И в себе, и рядом. Поэтому, конечно, все вот такие нюансы лучше знать заранее. Особенность этих заболеваний еще даже не в том, что у вас в семье обязательно должен быть где-то там такой вот родственник, о котором вы не знали. Некоторые мутации генные, они как раз не наследственные. Они генетические. И называется, даже если такое заболевание встречается один там на 100 тысяч или там новорожденных, на 500 тысяч новорожденных, ты просто не знаешь, выстрелит эта ситуация в твоем случае или нет. Рождение ребенка, это, конечно, чудесно, это замечательно. Но это некий риск. Не сказать, что кот в мешке, но это все равно некий риск, когда ты не знаешь, все ли будет хорошо. И первые месяцы малыш всегда находятся по тщательным наблюдениям новорожденной, смотрят, как у него функционируют все органы. Это замечательно. Просто есть на сегодняшний день возможность диагностики. Да, вот, кстати, вы заговорили, Ульяна Михайловна, о риске. Бывает так, что не стопроцентная, да, вот ставится в диагнозе не стопроцентная уверенность в том, что заболевание это есть. Ставится в процентах, там, риск заболевания такой-то, там, риск заболевания, не знаю, сколько, 99% и один только, там, одна десятая процента, это, там, риск заболевания. Вот в таких случаях какие-то дополнительные исследования? Ну, вот смотрите, обычно, если мы не получаем информации такой, что 99,9, в любом случае, понимаете, природа, она тоже под нас подстраивается. Мы ловим какие-то аномалии, она создает нам новые загадки. Например, как-то, помню, в перинатальном центре брали биопсию яичника, и оказалось, что у девочки с одной стороны ткань мужская была, яичка, а с другой стороны ткань яичника. То есть, молодцы доктора, что взяли из нескольких участков биопсии, и выяснилось, что вот такой полимерфизм тканей, такая особенность. Поэтому, когда существуют сомнения, есть методы дополнительного контроля. Ну, смотрите, есть ведь случаи, когда брали даже инвазивный тест, да, и всё равно рождался ребёнок с синдромом Дауна. То есть, нет ничего в этой жизни стопроцентного, к сожалению. Но если ты, называется, подразумеваешь, что на улице вот сегодня 7 градусов тепла, да, а днём будет 13, ну, ты же понимаешь, что информирован, значит, ты одеваешь пальтишко, ботиночки, колготки потеплее, штанишки потеплее, и чувствуешь себя комфортно. Вот здесь такой же принцип. Если для пары, мамы и папы, важно иметь, и для каждого важно иметь здорового ребёнка, и если эти родители будущие, они информированы, и они готовы проверить, всё ли хорошо, по крайней мере, нет ли вот этих грубых синдромов, у нас есть несколько вариантов обследования. Стоимость, конечно, разная и зависит от набора исследований. Каждый может зайти на сайт, даже не наш, а на геномеда, и посмотреть все эти исследования, и почитать про эти синдромы, нет проблем. Но если пара решила обследовать, она имеет такую возможность. Вот давайте вернёмся к обследованиям. Вы говорите, что возможно неинвазивное обследование, что берётся венозная кровь мамы и исследуется. Какой срок закладывается на эти исследования? Насколько долгие они? Исследования проводятся достаточно быстро, от 7 до 10 дней, с момента взятия крови и до получения результата. И это всё в клинике вашей? То есть человек приходит, забираете кровь, отправляете её на анализ, и через 7 дней его получают, и дальше уже идут консультации? Да, правильно. А можно ли в вашей клинике сделать медицинский тест ДНК на отцовство? И часто ли его делают? Да, конечно. В нашей клинике можно пройти исследование на отцовство. Это исследование может быть информативным, по желанию участников исследования, либо с юридической силой, то есть судебной, который потом будет использовать в суде при необходимости. Исследование проводится очень просто. Берётся букальный мазок с помощью ватной палочки. Это во рту? Да. С внутренней поверхности щеки берётся мазочек и отправляется в нашу лабораторию в городе Курган, Центр молекулярной диагностики, с которой мы тоже сотрудничаем. А можно ли определить отцовство для ребёнка, который ещё не родился? Да, совершенно верно. Можно определить отцовство для ребёнка, который не родился. Исследование проводится тоже просто, но для этого необходимо взять кровь у беременной женщины. Начиная с 10 недель беременности в крови мамы появляется уже свободно циркулирующая ДНК плода, которую можно также выделить. И для исследования необходимо также взять кровь венозную у отца ребёнка. Потенциального или реального. Потенциального отца. И провести генетическое исследование. Точность 99,9%. Часто обращаются за такими исследованиями современные пары? Обращаются. Примерно раз в два месяца обращаются. Бывает такое? Ну, не пары, а, скорее всего, то бывают ситуации, когда, к сожалению, женщина о чём-то очень сильно сожалеет в своей жизни, но ей надо знать, кто автор её беременности. Бывают ситуации, когда женщина доказывает, что автор именно этот мужчина, и он должен взять ответственность на себя ещё во время беременности. Это возможно. Мне нравится слово «автор». Ну, а как? А как? Действительно, это автор? Да, это правда. Ульяна Подгорная, врач-гинеколог-эндокринолог клиники «Мама» и Ольга Махнёва, главный врач этой клиники, сейчас у нас в студии находится. Я обещала вернуться к клинике «Геномед», с которой вы сотрудничаете для проведения ДНК-исследований. Открыла карту и вижу, что в большом количестве городов представлена эта клиника, эта сеть такая большая. Почему вы обратились именно к этим специалистам, именно в эту клинику для того, чтобы сотрудничать с ними? Ну, во-первых, на самом деле, эта идея была Ольга Леонидовна. Так, Ольга Леонидовна. Да, она у нас идейный вдохновитель. И она говорит, люди интересуются, людям дать надо такую возможность. И я считаю, что нужно заключить с ними договор. Вот, и она заключила, она созвонилась, и мы увидели, что это интересно. На самом деле, это не то, что дает там какой-то большой доход, поверьте. То есть это как раз, ну, это очень интересно. И люди должны знать о такой возможности. Поэтому мы рассказываем не для того, чтобы приходите к нам, мы сейчас всех осчастливим. Нет, просто чтобы люди знали. Для этого и наша программа, конечно, о возможностях. Клиника Геномед. Вы, конечно же, прежде чем порекомендовать, обсудить с коллегами, изучали их практику. Насколько, ну, чем вас привлекла именно эта клиника? Я сейчас, сколько и Леонидовна не обращаюсь. Нас привлекла, во-первых, данная клиника тем, что очень широкий спектр лабораторных исследований, генетических исследований. Вот, это очень важно, да. Очень хорошая репутация в данной клинике, очень высокоточные исследования, хорошие рекомендации со стороны других докторов. Поэтому мы обратились к данной клинике. Ну, то есть хорошее резюме и хорошие отзывы. И это очень важно. И, конечно, спектр вообще, да, выявляемых заболеваний. Мы работаем с ними уже больше года. Два года уже работаем. Два года, вот. И я что хочу сказать. Они работают очень чётко, очень профессионально. Организация организована, всё замечательно. Работать с ними легко. Хорошо. Представители клиники «Мама» у нас в студии. Вот мы с вами поговорили о детях и об отцовстве, и о материнстве. Но ведь и взрослые люди тоже не должны избегать вот этих мыслей, что можно взять генетический анализ и понять, что с тобой происходит в данный момент времени или что, возможно, с тобой произойдётся, да, с возрастом. Потому что некоторые заболевания генетические, они именно с возрастом проявляются. И вот здесь на какие именно заболевания можно провести исследования и обратить особое внимание? Ну, чаще всего используется такой анализ, называется БРЦА-1, БРЦА-2. Это риск онкологических заболеваний молочных желёз, рака яичника, ракопростаты. И, в принципе, вообще риск онкологических заболеваний. Есть такое мнение, такая мысль, что вот, ну, зачем, ну, зачем, я узнаю, и что мне теперь убрать яичники, убрать все молочные железы, и вот я буду как сиротка, и всё у меня будет плохо. Онкологи говорят, всё равно ткани какие-то могут остаться. Совсем не обязательно. Существует стандарт обследования. Допустим, мы знаем, что у вас есть ген рака молочной железы. Допустим, это не стопроцентная гарантия, что это случится, потому что человек иногда умирает раньше, чем развивается онкологическое заболевание. И, может быть, скажем, жизнь будет долгая, счастливая, и онкология не придёт. Но человек предупреждён, значит, вооружён. То есть, если пациентка, кстати, рак молочной железы у мужчин бывает, если пациентка информирована, или пациент просто составляется для него индивидуальная программа наблюдения, он сдаёт раз в полгода онкомаркеры определённые, делает УЗИ раз в полгода, делает МРТ регулярно, делает какие-то наблюдения, сдаёт кал на скрытую кровь, например, если мы говорим об онкологии кишечника. То есть тут очень много моментов. Но поправляет режим своей жизни, потому что, например, курение в 7 раз увеличивает опасность заболевания. Здесь какие-то продукты питания доказаны, доказанная уже канцерогенность. Нет образ жизни, да. Во-вторых, есть такая возможность, ведёт не просто здоровый образ жизни, он начинает думать позитивнее, начинает чистить свои мысли. Сколько есть замечательных исследований. Это всё зависит от человека. Избавляться от стресса прежде всего, да, не позволять стрессовым ситуациям... Овладеть собой. Овладеть собой. А да, они эти стрессы всё владеют нами, овладевают... Это правда. А мы с распростёртыми объятиями их, пожалуйста, вы. А мы подставляем все места для овладения нами. Совершенно верно. Но это очень важно, тем более, что мы же знаем, что наука пошла, и медицинская наука далеко вперёд, и вот как раз раки молочной железы, и яичников, и простаты, они очень хорошо лечатся на начальных стадиях, ну, практически прям с очень высоким прогнозом излечения и длительностью жизни после. Ещё есть парочка исследований. Первое, второе исследование, которое очень интересное, это называется мутации фалатного цикла. А это что такое? Мутации фалатного цикла – это когда не образуется метионин, и в процессе его синтеза генетически отсутствуют ферменты, и избыток, наблюдается в крови избыток гомоцистеина. А попроще? А попроще. Как это выражается? Это тоже может приводить к онкологическим заболеваниям, к ряду. Просто есть ряд ферментов, веществ, ещё чего-то, что мы не распознаём, люди обычные, а специалисты могут понять, что их наличие или отсутствие потерять предположенность. Это ещё нередко приводит к выкидышам, к замерзшим беременностям. Просто мутации фалатного цикла сейчас активно исследуются в основном у пациенток, у которых произошли замершие выкидыши, либо отсутствует беременность. А бывает такое, что один за одним, один за одним выкидыши, и женщина не знает, как же с этим бороться. Конечно. Но это когда происходит более чем два раза, мы стараемся исследовать. Далее, значит, но никто практически не говорит о том, что эти мутации фалатного цикла создают условия, создают историю онкологического риска. Не только замершая. Конечно, да, мы что делаем? Так как нарушен синтез фолиевой кислоты, мы просто её искусственно увеличиваем, назначаем эти витаминочки, и всё становится намного лучше. Мы же не можем изменить биохимический процесс, который происходит в связи с точечными такими аномалиями. Да и вообще идеальных людей нет. У всех та или иная аномалия есть. Просто эта аномалия позволяет тебе выжить в этих условиях, а какая-то препятствует нормальному. И ещё есть нормальная жизнь, ещё есть третий пункт – это наследственные тромбофилии. То есть тромба, ну, понятно, тромб, филии, любовь переводим, да? Склонность к образованию тромбов. Эти склонности мы тоже смотрим на несколько генов, и стоит анализ 2500 рублей у нас. И благодаря этому анализу мы можем готовиться. Да, иногда пациентка в молодости как-то ещё родит малыша одного-другого, а потом начинаются выкидыши. Тоже один из факторов, да? Видимо, накапливаются какие-то проблемы и прогрессирует риск тромбофилей. Дальше это риск инсультов, инфарктов. На сегодняшний день рекомендуют создавать этот анализ тем, у кого были выкидыши, тем, у кого у близких родственников были инфаркты, инсульты, тромбозы до 45 лет. Ну, до 40-45, до 50 лет. Чаще всего это связано всё-таки с наследственными рисками. И я не думаю, что кто-то хочет испытать на себе в 45 лет инсульт и оказаться инвалидом. В общем-то, последствия могут быть разные. Мы говорим о генетических исследованиях, насколько они актуальны, в каком возрасте и при каких признаках. Но я вот понимаю, что даже не имея никаких абсолютно признаков, но принимая, вот мы очень часто говорим о беременности, и принимая серьёзные решения о том, что вы хотите завести ребёнка, совсем не лишним иной раз будет стать генетический анализ пари вообще. Ну, это было бы здорово, потому что есть возможность обследовать и мужчины, и женщины. Желательно, чтобы до этого, конечно, они собрали хоть какой-то семейный анамнез наследственный. Мы очень часто вообще не знаем, где наша карточка медицинская находится. Хорошо бы родителей, маму, папу, бабушку, дедушку опросить, допросить, кто когда чем болел, сколько было детей, какие были смерти, были бы внезапные смерти необъяснимые. Это очень важно, потому что для чего я допрашиваю своих пациенток? Просто вот не опрашиваю, не нежно, я допрашиваю. Особенно курящих женщин, особенно бизнес-женщин, которые много работают. Они поддерживают себя, к сожалению, курением. Я понимаю, что может быть... Или убиваются в спортзале до потери пульса, что тоже перекос. Да, и на самом деле, если есть риск тромбофилии, то прием контрацептивов очень надо осторожно, скажем, использовать. Как выбирать контрацептивы, не влияющие на гемостаз? Такое возможно. Но надо знать, надо быть предупрежденным. И сначала обследуется анамнез. Что с папой, что с мамой, с бабушкой, с тетей и так далее, и так далее, и так далее. У меня здесь по списку очень важно еще одно заболевание, которое меня тревожит. Потому что в моем анамнезе, в анамнезе моей семьи оно есть, это заболевание. Я сейчас говорю об остеопорозе. Вот об остеопорозе, оказывается, судя по той информации, которую вы мне заранее любезно предоставили, с помощью генетического исследования можно определить риски развития остеопороза. Это действительно так? Да, это действительно так. С помощью генетического исследования можно определить риск развития остеопороза. Остеопороз – это заболевание с прогрессирующим уменьшением плотности костей и с повышением вероятности развития переломов, травм. Плотность костной ткани у взрослого человека достигает максимум к 30 годам и далее постепенно уменьшается. И считается, что треть женщин в менопаузе и более 12% мужчин после 50 лет страдают остеопорозом. И очень важно заранее знать вероятность развития остеопороза у людей, пока еще не возникло осложнений, пока не возникло переломов, которые могут привести к инвалидности даже, пока не возникли межпозвонковые грыжи и другие серьезные осложнения. А бороться-то с ним можно? Конечно, можно. С какого возраста еще не поздно? Желательно задуматься об этом после 30 лет уже, чтобы своевременно выяснить предрасположенность к данному заболеванию, провести коррекцию гормонального фона, так как в нашем организме гены отвечают и за гормональный фон, и за кальциевый обмен. И зная вот эти слабые места, обратясь к доктору, гинекологу, эндокринологу, Леониду Михайловну, она поможет предупредить данное развитие. Если мужчина, он может обратиться к Ольге Леонидовне. Да. Ну, я хочу запугать, о каких переломах, говорит Ольга Леонидовна, чтобы вы понимали. Речь идет не только о переломе шейки бедра, потому что, скажем, понимаете, да, протезировать тазобедренный сустав в этом случае будет очень сложно, потому что кости, они хрупкие, они будут рассыпаться, и не давать хирургам возможность закрепить правильно вот этот сустав искусственный. Даже не об этом. Самые страшные переломы – это компрессионные переломы позвонков. То есть позвонки – это губчатая ткань, они становятся хрупкие. И, представляете, происходят внутренние переломы, ущемляются межпозвоночные диски, появляются грыжи, там же все-таки и нервы выходят из спинного мозга, и тоже происходит и ущемление этой, и боли. В принципе, это инвалидизация. Ну, о чем мы говорим? Человек в таком состоянии, он будет неизвестно, можно ли заменить этот позвонок, как можно помочь человеку, каким образом, какие, скажем, конструкции металлические смогут взять на себя ответственность за поддержку позвоночника. Я думаю, что это очень сложная вещь, когда идут уже осложнения. И если у ваших бабушек, прабабушек, дедушек вот такая история была, вот почему очень важно собирать, разговаривать с бабушкой, не только учиться вязать, там, петь с ней песни и спрашивать, как там было когда-то, а очень важно спросить, а как они, наши родственнички-то, жили, чем они занимались, чем болели, от чего умирали. Вот. Это очень важно. Время нашей программы подошло к концу. Это была программа «Слушайте доктора», а в гостях у нас были представители клиники «Мама» Ульяна Михайловна Подгорная, врач-гинеколог, эндокринолог, и Ольга Леонидовна Махнёва, главный врач этой клиники. Ну и, как обычно, в конце мы должны сказать нашим слушателям, где вы находитесь, и телефоны клиники. Мы находимся по адресу улицы Пятницкая, 32. У нас несколько телефонов. 387-100, 44-58-98 – это мобильный телефон. Третий, третий, не помню. Да, 70-80-38 – третий мобильный телефон. Это в центре города Кирова. Совсем несложно найти клинику. Клиника специализировалась изначально именно на ведении беременности, на обследовании мамочек, будущих, настоящих. Да, лечения, условия, обследования. Да, но я должна сказать, что, конечно, очень радостно видеть, что в клинику приходят пары, приходят мужчины и женщины. И я хочу сказать два слова еще. Мы очень гордимся тем, что у нас два замечательных онколога работают, и они очень нам помогают. Вот когда у нас возникают сомнения, нужна диагностика, они берут на себя. Вот недавно пришла пациентка из района, доктору-гинекологу шейка не понравилась. Она отправила, взяла биопсию, отправила к онкологу. И сразу же, сразу же онколог отправила правильно пациентку, госпитализировала и диагностировала. И об этом будет наша следующая программа, Ульяна Анатольевна. Хорошо. Спасибо большое, дорогие гости. Всем хорошего дня и отменного здоровья. До свидания. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.